Ну что, господа, в сегодняшнем видео 55 советов по стилю, менее чем за 5 минут. Не бойтесь тратить хорошие деньги на основные предметы одежды, которые будут приносить вам комплименты каждый раз, когда вы их надеваете. Не бойтесь просить у людей одежду, которую они не хотят носить. Придумайте стиль для каждого дня, который будет отображать ваш посыл, который вы хотите донести. Когда вы начнете инвестировать во взаимозаменяемый гардероб и тратить хорошие деньги на туфли, между коричневыми и черными выбирайте те, которым у вас предпочтение. Спортивная обувь для зала. Зайдите в ювелирный магазин, который продает часы, и перемерьте все часы и примите решение для себя. Так или иначе, хотели бы вы их себе. Когда вы путешествуете, вам нужен привал. Сделайте остановку в аэропорту в люксовом магазине. В Цюрихе Мюнхене есть магазины, куда вы можете зайти и посмотреть на люксовые вещи. Если у вас сотни часов, и вы ими одержимы, в этом нет никаких проблем. Пейте больше воды, вы будете лучше выглядеть и чувствовать себя. Не позволяйте женщине выбирать свою одежду. Повседневный не значит неряшливый. Сдерживай желание исправить чей-то стиль, особенно на публике. Хотите улучшить стиль и получать комплименты? Попробуйте бутоньерку. Когда вы собираетесь утром, одевайтесь так, будто вас ждет важный день. Тяжелый вязаный свитер согреет вас, но он повседневный, и лучше на него ничего не надевать. А на легкий свитер с V-образным вырезом уже можно наслаивать. Используйте серый цвет. Это универсальный цвет, который подойдет к множеству различных вещей в вашем гардеробе. Не бойтесь добавлять свита, особенно это касается свитеров. Что касается материала, хлопок наименее дорогой и самый простой в уходе. Шерсть дороже и сложнее в уходе, зато лучше, сохраняет тепло. Не бойтесь покупать специальные средства для тела, особенно для кожи. Скажем, вы побрелись, у вас началось раздражение, тогда вам нужен крем после бритья, где есть антисептик. И у вас не будет раздражения и определенно инфекции. Скажем, у вас сыпь на лице, вы покрылись красными пятнами после бассейна, значит купите что-то специально для лица. Если у вас проблемы с руками, приобретите увлажняющий крем. Если ваши руки трескаются, вам нужно с этим разобраться. Если у вас трескаются губы, вам нужна натуральная помада на воски пчел. Не бойтесь носить с собой бальзам, это вас спасет. Утром, когда вы оделись, нанесите солнцезащитный крем. Пользуйтесь одноразовой бритвой. Совершите апгрейд до безопасной бритвы. Если она есть у вас, попробуйте небезопасную и повеселитесь. Пользуйтесь пеной для бритья из баллончика. Обратите внимание, тут пропан. Попробуйте пенное мыло. Лениво для этого. Тогда есть тюбики без пропиленов. Если у вас нет триммера для носа, приобретите и пользуйтесь. И не бойтесь потратить немного денег на хорошую косметичку. У вас должно быть время каждую неделю, когда вы ей пользуетесь. Замените щетку на электрическую. Честно, даже сравнивать нечего. Она намного лучше в заботе о ваших зубах. У вас должно быть больше одной расчески. Например, расческа-лопатка и расческа для укладки. И должно быть больше одного гребешка. Экспериментируйте со средствами для волос. Не только воски и помаду, но также и разные бренды. Научитесь, как наносить духи. Распыляете и входите в это облако? Друзья, это так не делается. У каждого мужчины должна быть хорошая ручка. Тактические ручки, стильные и полезные. Никогда не носите рюкзак с костюмом. Он повредит плечика. Мужчина должен инвестировать в хороший профессиональный портфель. Если хотите носить рюкзаки, тогда обновите его до более профессионального. Когда я путешествую, у меня полно электродевайсов и столько же проводов, которые я мог бы взять. Но я беру один покороче, который как передает информацию, так и заряжает устройство. Я проверяю его заранее и оставляю большинство дома. Куда положить это все, чтобы не потерять? Вот те лишние кейсы, которые вы никогда не используете. Вот где можете их использовать. Чехол для очков, который вам не нужен. Вы понятия не имеете, откуда он взялся. Используйте его, чтобы сохранить свои провода в поездке. Когда я путешествую, я использую дорогие камеры. У меня есть для них специальные кейсы, но я не использую во время поездок. Вместо них я использую лишнее белье или рубашку. Если мой багаж потеряется, у меня есть лишнее белье и рубашка. И камеры хорошо защищают. Когда я путешествую, еда всегда со мной. Я стараюсь брать такую, которая долгое время не портится. И не боится помяться. Особенно это важно, когда с вами дети. Влажные салфетки, старомодный платок в вашем заднем кармане. Неважно, чихнете ли вы, нужно ли что-то подтереть. Вам они понадобятся. Когда я путешествую, я беру с собой небольшую книгу, которую я могу читать где угодно. И вай-фая не надо. Наушники всегда со мной, потому что иногда рядом есть человек, который никак не заткнется. А также это универсальный сигнал, чтобы вас оставили в покое. Ну что, друзья, если вам понравилось это видео, вам понравится еще одно. 101 стильный совет, менее чем за 7 минут. Зацените это видео, я оставлю ссылку в описании. Там нет повторений. Если вы хотите больше информации, заходите на realmanrealstyle.com Вас ждет больше 3000 статей. У меня даже есть бесплатные курсы. У меня есть бесплатные консультации по стилю. Вы можете использовать эти инструменты, чтобы стать мужчиной, каким вы хотите быть. Берегите себя. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...